Сегодня один из ночных клубов города оказался под прицелом не только нашей съемочной группы, но и самых лучших званных фотографов. О том, каково быть гуру, мастером или известным по параду, сегодня в нашем сюжете. В лучах софитов и ослепляющих вспышек фотокамер оказались все гости вечеринки. Те, кто обычно стоит по ту сторону кадра, также попали под прицел. Этот фотофлэшмоб проводится уже второй год. Его организаторы называют настоящей сенсацией клубной жизни города. В прошлом году действительно мы приглашали адрес на фотографов. В этом году ситуация обстояла проще. Фотографы сами, когда слышали рекламу, писали, звонили, изъявляли желание просто поучаствовать в фотофлэшмобе, потому что это уже на слугу. Вот прицелом это уже бренд, и почему бы нет, это лишний повод засветиться. Не засветиться, а отдохнуть пришли короли Ивановской фотографии. Свои фоторужии с собой не взяли. Так сказать, звание позволяет. Мы с Виктором, надеюсь, уже доросли до такого состояния, что мы можем уходить на такие мероприятия и искать. В конце концов, роль свадебного генерала оказывается не такой уж плохой роли. Я готов и дальше, если позовут. По словам вип-гостей, сейчас молодые ивановские фотографы занимаются бизнесом, а не искусством. И это, в общем-то, неплохо. Профессионал обязан получать хорошие деньги. Поэтому многие уходят в рекламу или занимаются свадебной фотосъемкой. У последних, кстати, на сегодняшний день самые высокие гонорары. Я работаю в рекламной индустрии. Я вижу, скажем, если мне за целый день работы тяжелой удается получить 20 тысяч, в чем условиях, студии, с помощниками, большим коллективом, я считаю, что день прошел не зря. Многие ребята молодые снимают, и гонорар доходит до 50 тысяч за один съемочный день на свадьбах. Каждый рубль свадебщиков – это неемный труд, это путь самурая отстоять с 8 утра в приготовлении невесты за 11 ночи от банкета. Но, скажем, это непросто. Поэтому здесь и полгода у конца. И получает больше, да, но и работает больше. Учиться, как оказывается, на фотографа почти невозможно. На фотокурсы к мастерам приходят уже знающие свое ремесло молодые люди. Кстати, в основном мужчины. Я преподаю фотографии и заметил, что люди, многие, которые приходят у меня учиться, талантливые люди, они приходят не учиться, они приходят учить меня. Многие умнее меня и продвинуть, они приходят подтвердить свой статус. А людей, которые я пытаюсь обучить чему-то, они схватывают, но почему-то нет средних фотографов. Мало возможностей развиваться. В основном приходится следить за тенденциями, которые появляются в Европе, появляются в столицах. Приходится ездить на мастер-классы в другие города, более крупные, чтобы общаться с более известными и профессиональными фотографами. Стать папарацци молодые авторы не хотят. Правда, и зазорным такое звание не считают. Я обижаюсь даже, когда меня называют фотографом, а не то, что папарацци. Папарацци, сколько я знаю, это такая, ну, для нормального фотографа это действительно ругательство, а для человека, который занимается журналистикой и зарабатывает эти деньги, ну, это скорее реклама. Один из самых известных клубных фотографов Иванова Вячеслав Толоков уверен, чтобы стать хорошим профессионалом, реклама не нужна. Просто люби то, что делаешь, и оно обязательно принесет тебе успех. Надо просто сделать так, чтобы и люди за кадром, они были для тебя друзьями. И ты хотел им сделать классную, веселую фото. На церемонии награждения постоянных участников фотофлэш-моба Толокову подарили новый фотоаппарат. Правда, съедобный. С клубной жизнью фотограф пока заканчивать не собирается. О кульминации своей профессиональной деятельности говорит с улыбкой. Наверное, в старости я, как все наши гуру, открою студию, отращу большое живот, буду сидеть, возьму молодых фотографов, научу их работать и буду говорить, ребята, вы молодцы, у вас все получится. А получиться после этого масштабного фотофлэш-моба должны терабайты фотографий. Если вы попали под прицел, предлагаю начинать поиск вместе с нами. Инна Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.